Диуэлт, Германия, разбился самый современный российский истребитель Су-57. Герхард Хигмам. Диуэлт, Германия. 25 декабря 2019 года. Самый современный российский истребитель, новая модель Сухой Су-57, разбился впервые. При аварии во время испытательного полета на Дальнем Востоке пилоту удалось катапультироваться, об этом сообщили местные средства массовой информации. Однако в результате катастрофы во вторник самолет полностью разрушен. По предварительным данным, падение произошло из-за экстремальных нагрузок при испытании двигателя в 120 километрах от Комсомольска на Амуре. Фатальная катастрофа произошла практически непосредственно перед передачей истребителя невидимки на вооружение российских воздушно-космических сил, ВКС. Серийное производство модели началось в июле. По разным данным, разбившаяся модель могла быть первым серийным аппаратом, о чем сообщает информационное агентство Интерфакс, или экспериментальной моделью. Причины катастрофы также пока не выяснены. Речь может идти как об отказе системы управления полетом или двигателем, так и об ошибке пилота. Практически невидим для радаров самолет, который первоначально носил ими Т-50, считается ответом России на мощнейшие американские истребители F-22 Raptor компании Lachate Martin. Как и F-22, Су-50 обладает стелс-качествами и внутренними бомбовыми отсеками. Самолет практически невидим на экранах радаров. Считается, что российский истребитель способен выполнять боевые задания вместе с беспилотниками. Эту же концепцию намеревается взять на вооружение Германии и Франции при разработке своего суперджета, проект в час. Одноместный истребитель Су-57 до сих пор считался образцовой разработкой России, хотя при реализации этого многомиллиардного проекта постоянно происходили задержки. Первый испытательный полет прошел почти 10 лет назад. В 2014 году при заходе на посадку самолет загорелся и получил серьезные повреждения. За прошедшее с тех пор время построили около десятка экземпляров. В мае было решено начать серийное производство. Для начала российские ВКС заказали 76 машин. Говорят, что каждая стоит 155 миллионов долларов. Вместе с Индией должна была начаться разработка двухместного варианта. Но в 2018 году правительство в Нью-Дели решило выйти из проекта. В августе российский президент Владимир Путин во время Вейсалона в Подмосковье показал своему турецкому коллеге Реджепу Таипу Эрдогану современную модель Су-57. Возникли предположения, что Турция может закупить этот истребитель вместо уже заказанных американских F-35 компаний Lockheed Martin. США намерены прекратить сотрудничество с Турцией по программе F-35 из-за того, что Анкара закупила российскую зенитную ракетную систему С-400. Но совершенно очевидно, что последнее слово в этом деле еще не сказано. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова